Это мобильное приложение, которое решает ряд проблем. В первую очередь, проблема наполняемости мероприятий, информирования подростков, молодежи о том, что в городе проходят те или иные социальные проекты, акции и события. Непосредственно решает проблему для небольших компаний, небольших организаций, инициативных групп, которые хотели бы провести мероприятие, рассказать всем об этом, но у них нету средств. Для того, чтобы широко осветить это событие в СМИ, дать рекламу и так далее. Также проблема существует. Провели мероприятие замечательно. Насколько оно понравилось людям, где это можно прочитать, отразить, сделать оценку качества мероприятий, которые проводились. Непосредственно сами участники оценивают эти качества. Что можно получить при установке этого приложения себе на телефон? Во-первых, это, конечно, узнавать о мероприятиях, о событиях, которые будут проходить. Также размещать информацию о событиях, то есть ты решишь провести мероприятие, публикуешь его, через определенную систему Мазерации оно проходит и уже публикуется в этом списке. А также можешь оценивать качество самого события, ставить лайки, чекиниться и так далее. Ну и в целом данное приложение рассчитано на некоммерческие организации, инициативные группы, также для муниципальных учреждений, вузов. Мы буквально вчера сговорили, да? Такая потребность есть звать ребят, молодежь и так далее. Причем целевая аудитория молодежи из среднего возраста, потому что дети ясно делают крайне сложные через мобильные телефоны, через мобильные мероприятия, они не самостоятельные. Но средний возраст, в принципе, тоже интересный, это и молодые семьи, и более старшее поколение, которые также могут принять участие в социальных проектах мероприятия. Приложение будет выглядеть главная страничка, отдельное приложение, здесь буквально всего несколько кнопок. Это афиша, где будет формироваться список мероприятий, которые планируются провести, и о которых мы пока еще не знали, не видели и не знаем. Также это будут группы сообщества, в которых можно обсуждать эти события, либо создавать события. Также мои события, те, в которых я уже принял участие, это архивные, и те события, в которых у меня спит пометка о том, что я пойду на эти мероприятия, и на эти мероприятия, и на эти мероприятия, и на эти мероприятия, и на эти мероприятия по моим близким мне событиям. Дальше кнопочка «Добавить события», как оно будет происходить, я чуть позже объясню. Также предпочтения, здесь ты можешь настроить свои целевые показатели, то есть по возрасту, какие-то предпочтения в спорте, культуре, образовании. Ну и также существует поиск. В свободном месте делается небольшая рекламка тех событий, которые можно проводить. Ну и внизу эта карма, то есть насколько ты посещаешь мероприятия, какие хорошие ты мероприятия смог поставить, и соответствующие делали эти пожертвования, ты также можешь отражаться в претендовании в виде кармы. При нажатии на афишу мы попадаем в блок мероприятий, который мы еще не прочитали, но который нам предлагают все желающие, то есть это РУЗы, СУЗы, муниципальные учреждения, но и институтные группы. Здесь на данный момент выделяется их четыре сферы, это образование, спорт, культура и общество. Также при достаточно больших экранах можно размещать дополнительную информацию в виде рекламы. Хороших мероприятий с высоким рейтингом просмотров и востребованности. При выборе, допустим, спорта мы попадаем в менюшку, где можно рассмотреть по направлениям, те, которые нам интересны, или по темам, где есть события. Бэкбинтон, любимый, верный министр, футбол и так далее. Если нас не устраивает список по направлениям, мы можем рассмотреть список по дням недели, по календарю и по названию. Сама карточка мероприятий при открытии дата, время, место проведения, краткое описание, ну и возможность подтвердить намерение участвовать и так далее. При нажатии планирования мероприятия попадает в список отобранных того же проектов, мероприятий, событий, на которые ты бы хотел пойти, которые формируются как раз, ну скажем так, в секции, направлениями мои мероприятия, мои события. А также, о чем я вам и говорю, что есть архивные мероприятия, в которых я уже принял участие, которые закончились, но в них я могу делать еще оценку данного мероприятия, то есть указать, понравилось ли мне или не понравилось, по компьютерной системе, также прикрепить фотографию, отметить какие-то там дополнительные функции по оценке этого мероприятия. Чтобы самому загрузить мероприятие, это достаточно указать его кратко название, поставить дату, время начала, место проведения, стоимость участия, потому что могут быть как бесплатные, так и платные мероприятия, краткое описание, ну и фотографии этого проекта, соответственно опубликовать. Как дальше будет модерироваться, это я очень учуяюсь. Также данное мероприятие можно будет опубликовать в контакте на своей страничке, либо прийти к своей группе в Twitter, Facebook. Модерирование будет проходить несколькими способами. Первый способ, это когда за модерацию отвечает конкретный человек, к нему приходит сообщение о том, что зарегистрировалось в какое-то мероприятие, можно ли его поставить, он читает, если соответствует, значит он сразу же выставляет его в общий список. Либо человек, который решил выставить мероприятие, имеет очень высокую карму, то есть, ну, жертвовать или вообще что-то, он напрямую может это мероприятие выставить. В случае, если это все-таки плохое мероприятие, и модератор пожаловался о том, что вы смотрите, что там пишет, он может этому человеку, который поставил с большей кармой, просто поставить минус в карме, и он в дальнейшем пока не с ним отработает, скажем так, он заодно не появится. Что касается продвижения данного проекта, то, в принципе, есть ребята, вот инвалиды, я с ними работаю, которые я специально готовил к контент-бейкингу, они могут вполне спокойно отрабатывать эти все мероприятия и смотреть. Что касается распространения приложения, то есть несколько источников, допустим, так как я работал с молодежью, то есть, представитель, где-то, что я молодежи непосредственно в своем городе, ну, хоть не представляется проблема, ну, я думаю, где-то около полутора-двух тысяч скачиваний и спокойно можно обезбечить в моем городе при населении в 60 тысяч. Также, что касается Тюрьмянской области, очень хорошие контакты с областным департаментом по спорту молодежной политики и информационным центром Тюрьмянской области молодежи. Есть специализированный портал, мой портал называется, где все эти события можно также публиковать.